Олег Юрьевич, вы поводите, что вот эту вот всю технику, вы всю её знаете? Да. Так получилось. Сегодня 2023 год на дворе. Техника, она обновляется, меняется, вот в смысле с технологической точки зрения? Да, становится новым, получаем мы новые технические средства, хорошо идут, общаемся мы с гидравлическим оборудованием, непосредственно здесь и с разработчиками работаем над качеством оборудования. Потом бульдозера приходят новые, очень хорошо. То есть, да, конечно, хотелось бы, чтобы поинтенсивнее обновлялся парка грузоподъемных кранов, но видно, что не так много производителей ещё этой техники, которая удовлетворяет сегодня под современные наши требования для подъёма подвижного состава. Управление самого грузоподъемным крана осуществляется из кабины машиниста крана вот там. Вот там вот, да? Да, вот видите, сцеплянная. Если сложить, то сколько у вас общая биография железнодорожная? Так, ух, я тогда интересно, даже так и не считал. Дед мой, бабушка была проводницей, тоже мама, 40 лет, вагонники, вагонная служба, папа вагонная служба тоже, 30-70. Сестра. Думаю, лет по 200 доберём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В эфире программа «Тема часа» и сегодня мы приехали в гости. Олег Юрьевич, расскажите, куда вы нас пригласили. Здравствуйте. Сегодня мы с вами на территории восстановительного поезда станции Марк, одного из 20, которые располагаются на московской железной дороге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько всего станций, подобной этой, есть на московской железной дороге? Да, восстановительные поезда, как я ранее сказал, располагаются на 20 станциях на нашей московской дороге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А какой коллектив аварийно-восстановительной службы в московской дирекции сегодня? Ну, всего это 600 человек. Из них это 580 человек чисто восстановительных работников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая задача перед аварийно-восстановительной службой стоит? В кратчайшее время устранить последствия, вернее, транспортных происшествий, которые связаны с перерывом движения поездов. Как вот сейчас, 2023 год, уже буквально чуть-чуть и полгода пройдет. За это время сколько было сигналов о чрезвычайных ситуациях? Да, в этот год у нас, слава богу, уровень безопасности движения лучше. То есть за первое полугодие, так скажем, всего было у нас 4 выезда таких серьезных. Ну и 2, как вы знаете, это вмешательство посторонних лиц на Брянском регионе 1 и 2 мая. Олег Кирич, какая хронология событий, когда поступает сигнал о чрезвычайной ситуации? Да, происходит оповещение непосредственно от машиниста тепловоза, электровоза, локомотивной бригады, так скажем. Они передают сигнал о происшествии дежурному по станции. Дальше дежурная по станции передает поездному диспетчеру, поездной диспетчер старшему. И далее по схемам оповещения собираются все причастные руководители. Собирается оперативный штаб как в дороге, так и на месте. То есть за председателем оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на месте работы это заместитель начальника по территориальному управлению, а председатель оперативного штаба в дороге это у нас первый заместитель начальника дороги. И таким образом дается сигнал и службы начинают работать? Да, все отрабатывают. То есть в соответствии с инструктивными указаниями поведения аварийно-восстановительных работ вот каждому работнику определено свое действие. То есть кто производит оповещение, кто выделяет локомотив. Дальше работа происходит в оперативном штабе. Собираются причастные руководители таких, наверное, все здесь участвуют. На моей памяти не было, чтобы кто-то был непричастен к ликвидации чрезвычайной ситуации. И в зависимости от характера чрезвычайной ситуации уже определяется, как количество сил и средства. Нужно ли заказывать, к примеру, у сторонних организаций автобусы для вывоза пассажиров. Нужно ли осуществить охрану места. Охранность грузов. То есть, да, вот, совершается у нас оперативный план. Что требует от коллектива, от вас лично, от всех причастных к вашей службе? Какие должны быть качества у людей? Непосредственно у работника это, наверное, приверженность делу, знание своего дела. То есть, да, вот, восстановительный поезд, непосредственно который ликвидирует чрезвычайную ситуацию, связан. То есть, да, это набор разных профессий. Это начиная от газоэлектросварщика, водителя, то есть, да, там, машиниста крана, помощника машиниста крана, машиниста бульдозера. То есть, да, вот, начальник, мастер восстановительного поезда. Это разные специальности. Они все специалисты. Для этого, в принципе, мы проводим и практические, и теоретические занятия с ними. Уделяем этому много внимания. Как давно ваша трудовая деятельность связана с аварийной восстановительной службой? Там после института в 1998 году, как я и писал в автобиографии, поступил на службу в Министерство путей и сообщений. Восстановительный поезд 3442, станция Воркута, где и начал свою работу на железной дороге. То есть, да, там, мастером гидропониматического оборудования. Там и начал постигать азы и основы этого дела. Так и втянулся уже на протяжении 98-го года, 25 лет уже числыми. Какие чувства вы испытываете к своей работе? Интересный вопрос. Чувства себя отдаю в работе полностью. Удовлетворен, работа нравится. Работа уникальная. Олег Юрьевич, что требует от вас ваша работа, ваша профессия? От меня, как от начальника дирекции, да, это повседневной жизни, это обеспечить техническое, работоспособное состояние техники, которая находится в восстановительном поезде. И, соответственно, способность людей, соответствие квалификации и навыков работников для выполнения этих работ. Техника, на самом деле, это кусок бездушного железа. Если на нем не работает ответственный и обученный специалист, то то же самое, как если он не умеет его правильно обслужить, это тоже будет кусок просто железа. Тогда все зависит у нас от человека. И, наверное, в первую очередь мы работаем с персоналом, готовим их, проводим, я говорю, как практические занятия, полигонные учения организовываем, да, отправляем их на курсы повышения квалификации в учебные заведения. За этим целый пласт есть в дирекции управления персоналом и специалист по подготовке кадров. А на аварии, то есть, у меня координация работ двух восстановительных и более поездов, отвечая за силы, собственно, средства, да, там, за полноту принятых мер на месте проведения ЧАЭС. Как можно попасть в вашу команду, в вашу службу? Что для этого нужно? Для этого, как вам исполнилось по 17 лет, вы обладаете квалификацией, там, из набора профессий, как, к примеру, газоэлектросварщика, машиниста-бульдозера. То есть, готовы, после прохождения медицинского обследования, готовы принять любого работника. Единственная специальность, которая требует длительной подготовки, да, это машинист крана на железнодорожном ходу. Здесь подготовка уже этого специалиста, она проводится, как правило, из числа работников уже восстановительного поезда. Там, к примеру, приняли человека-такелажника, мысли в нем открываются таланты, главное его желание управлять, вот, ну, сзади, на моем фоне, да, там, кран ЕДК 1000 дробь 4, грузоподъемностью 125 тонн. Если он не боится этого железа, то есть, да, с удовольствием направляем его на курсы, проводим с ним практические работы, то есть, да, и после этого он получает уже квалификационное удостоверение машиниста крана 5-го с начала разряда, проходит еще практическую работу, только спустя один год он получает 6-й разряд и право работать вот на данном грузоподъемном кране. Специалисты, которые работают в аварийно-восстановительной службе, они проходят какой-то тест на стрессоустойчивость. Как-то кому вот целенаправленного теста нету, но все показывает жизнь, то есть, да, когда после так вот, одна, вот, как были, к примеру, майские события, да, одна авария, за ней следующая, вторая, 2-го мая, там, бывает, и 3-го мая, люди, которые не выдерживают этот темп, они, как правило, здесь долго не задерживаются в этой работе. А здесь работают люди, которые еще очень любят железную дорогу? Исключительно. Исключительно у нас люди обожают не только, да, там, железную дорогу и свою-то вот трактора, кралы. Естественно, что каждый работник восстановительного пользования, он понимает, зачем он приходит на работу, то есть, да, зачем, что он должен сделать. Когда он приходит, случается чрезвычайная ситуация, его задача сделать так, чтобы колесо крутилось. То есть, да, если ты свободен, он не должен стоять, там, руки в брюки, да, пойти помочь своему коллеге, товарищу. Хотя, хоть и несмотря на то, что у нас технология работы, она вся описана, за каждым определена своя конкретная операция, но, как говорится, взаимовыручка, она присутствует в каждом восстановительном поезде. Если видит свободное и нужно помочь, стоящих не бывает. Вы открыты для общения с сотрудниками? Всегда. К вам можно прийти с любым вопросом? Всегда дверь открыта, есть, как и официальный день, приемы по личным вопросам, то есть, да, так на памяти не было, чтобы кому-то не отказано. И общаемся всегда при приезде в коллектив с любым работником, у кого есть вопросы, всем мы отвечаем, помогаем. Если нужно, приглашаем специалистов или обращаемся в дорогу за помощью, если не можем решить на своем уровне. Олег Юрьевич, вам огромное спасибо и желаю, чтобы сигналов ЧАЭС, ну, не происходило, не случалось. Спасибо вам большое, всегда рад вас видеть у нас, почаще давайте встречаться. Спасибо большое, обязательно.